Совсем скоро в городе появятся новые места для отдыха, а старые пройдут капитальную реконструкцию. В них появятся новые скамейки, беседки, хорошее освещение. Все работы планируют завершить уже к Новому году. Глава региона осмотрел ход работы, а также ознакомился с новой пристройкой к школе номер 53. Ремонтные работы в сквере шахматистов начались 15 сентября. За это время тут постелили новую брусчатку на площади 5000 квадратных метров. Оставшиеся 4000 обещают уложить в срок. По всему периметру будут установлены 120 фонарей, 60 урн и 60 скамеек. В целом 70% работ уже выполнено. Поливная система реконструкции, на самом деле раньше было, сейчас делаем реконструкцию. По озеленению около 100 кленов и тополей будут высажены, и многолетние цветы будут высаживаться. Вот сейчас уже начали. Срок сдачи 15 ноября. Самое главное, сделайте все качественно. И если закончите в срок, или даже раньше, было бы хорошо, так как подобные места для отдыха с пользой нужны населению. Далее глава региона осмотрел ход ремонтных дорог в районе Москва. Тут завершается строительство дорог, которые были предусмотрены на текущий год. На работы выделено 650 миллионов тенге. То есть есть программа, которая была предусмотрена, мы ее завершаем. Через 2-3 дня мы закончим верхний слой, вот по этому у нас, вот по этой улице остановилась, и Монадь-Пасова. То есть 2-3 дня мы закончим все полностью, что касается асфальтного покрытия. И останется только до конца года, мы сделаем еще 3 улицы освещения. Пообщавшись с жителями района, он до сына Розалин попросил их поддерживать проведенную работу и сохранять внешний облик улиц. Единственная просьба, да, с мусором. Так что мы специально вот эти баки поставили, чтобы уже хоть на улице пакеты не валялись. Но тут говорят, что некоторые несознательные жильцы уже стащили эти баки. Мы же делаем для вас, а не для кого-то. Ну да, конечно. Именно улица бывшая Красная, сейчас Сейфулино. Здесь когда-то был асфальт, а Черепанова вообще здесь асфальта не было. На Сейфулино асфальт, наверное, еще в советское время вложился. Поэтому мы очень рады, что сейчас производятся такие работы, то, что контейнера поставили, не летает мусор уже по кварталам. Не первый год перед руководством области стоит задача разгрузить трехсменные школы. Так, в районе Жилянка в школе номер 53 соорудили пристройку, которая значительно снизила нагрузку и позволила учреждению работать в обычном режиме. Помимо просторных кабинетов, здесь открыли кабинеты для дополнительных уроков, спортзал, актовый зал и даже телестудию для ребят. Мы ждали эту школу 9 лет. Детям было тесно учиться тут. Учеба проходила в три, а то и в четыре смены. Было тяжело. А теперь у нас новая, красивая, просторная школа. Мы рады, что наши дети и внуки будут учиться тут, в современных кабинетах. Спасибо вам большое за заботу о наших детях. То, что нас действительно радует, что демография нашего региона растет. В каждой семье сейчас трое и более детей. Много кто приезжает с районов, есть и те, кто приехал в Ак-Тубе с других регионов. Несомненно, это дает нагрузку на школы. Но эту проблему мы решаем. Где-то строим новые школы, где-то пристраиваем к старой школе. Вот к вашей школе построили такую просторную пристройку. Теперь планируем на следующий год выделить деньги на облицовку здания, чтобы и снаружи, но выглядело хорошо. Кроме того, во дворе сделаем игровую и варкаут-площадку, чтобы населению было куда приходить, подышать свежим воздухом и отдохнуть. В целом по области с начала года насчитывалось 9 трехсменных школ. Сейчас их 3. Кроме того, есть 3 аварийные школы. Этот вопрос до конца года планируют решить. Основная нагрузка на учебные заведения наблюдается в районе Нурак-Тубе. На сегодняшний день тут работают 2 школы. Одна из которых трехсменная, другая совсем скоро станет ею. Мы в этом году планируем сделать проектно-смертную документацию и в следующий год заявиться. И с начала нового года мы будем там строить точно такую же пристройку на 600 мест. Тогда, я думаю, эта проблема решится. Еще в том же районе, в четвертом микрорайоне, строится школа на 900 мест. В следующем году эта школа будет сдаваться, и тогда проблема решится. В развивающемся районе, помимо школ, активно ведется строительство и мест отдыха. Аллея на 24 тысячи квадратных метров расположилась между основной трассой и местным супермаркетом. Тут в скором времени появятся современные скамейки, беседки и велодорожка. На работы выделено 195 миллионов тенге. Срок сдачи – 1 декабря. Динара Абдуалеева, Самат Каликенов, Аманжо Вайт Магомбетов. Телеканал Актубе.